Музыка Этот замечательный небольшой кусочек античный, но уже, по сути говоря, греко-римской, даже римской Александрии, это этот раскопанный холм, вы видите Адеон. Адеон вообще музыкальный театр, но большей частью это место использовалось, по всей видимости, как место для публичных лекций. Здесь рядом, мы с вами увидим, сохранились настоящие университетские аудитории 2-3 веков после Рождества Христова, с кафедрой для профессора, с сиденьями для студентов. То есть это был центр, как я уже говорил, это был центр античной образованности. Где-то тут учился Платин, где-то тут учился Климент Александрийский, в общем-то, сверстники, это 2-3 век после Рождества Христова. Один стал великим христианским учителем и даже одним из учителей христианской огласительной школы Александрии после Дидима Слепца. Другой стал основателем великой традиции неоплатонизма, которая во многом, опять же, соединившись с некоторыми христианскими представлениями, дала в Византии такой удивительный интеллектуальный синтез, который мы можем увидеть, например, у Максима Исповедника, который тоже связан так или иначе с Александрией, потому что он пытался как раз, Максим Исповедник, богословски доказать ошибочность некоторых богословских построений, которые здесь, в Александрии, доминировали и заключались в том, что божество поглощает человека, берет его в себя, и человек отчасти и в значительной степени перестает быть собой, достигая обоженья. Возможно, что-то подобное было и в древнеегипетской традиции обоженья, мы не знаем таких деталей, но православная традиция возразила, сказав, что полнота личности человека достигает обожжения, никаких изъятий, никаких замещений чем-то иным, даже Христом, не происходит. Сам человек становится Христом, а не то, что Христос замещает в себе человека. То есть, вы понимаете, эти глубочайшие диспуты были и здесь, вот в этих стенах, вот на этих скамьях сидели люди. Желание обрести истину в самом глубоком смысле слова – это то, что отличало именно Александру Египетскую как общий античный центр мудрости. Во многом, конечно, продолжая и древнеегипетскую традицию премудрости, которая идет еще от древнего царства, от премудрости Птахатепа, премудрости Кагемни, Дженефхора. Все это продолжалось и в христианстве, и в нехристианском платонизме. Но всему этому приходит конец. Христианство, став государственной религией, не христианство, а христиане, конечно, христиане стали так же нетерпимы к инакомыслю, как до этого к инакомыслию были нетерпимы, скажем, многие языческие императоры и многие язычники. Так же, как тогда доносили на христиан, на их тайные собрания, так же теперь доносили на собрания еще пока не тайные, а явные собрания неоплатонических философов. А Александрийскую неоплатоническую школу вот тогда, в эпоху Феодосия, возглавляла замечательная женщина, математик и астроном Гепатия. Она вела переписку, и сохранились письма к ней Синезия Керенского, одного тоже из удивительных мыслителей той эпохи. И мы видим колоссальное уважение к этой женщине. Она была великим ученым. Говорят, что в юности она была и красавицей, и умницей, и сохранила свою невинность, не стала вступать в брак. Она была дочерью тоже известного философа и математика, учителя Александрийского, Троока Александрийского, и продолжила его школу. Ее внешность описывают как высокую, стройную, очень красивую молодую женщину. И когда она была еще молодой, к ней не раз сватались. Рассказывают такую историю, что, конечно, она была известным, но молодым, где-то 30-летним профессором. За ней очень ухаживал некий юноша. И тогда она взяла кефару и стала играть какие-то великолепные мелодии, желая успокоить его страсть. Потому что когда-то еще Пифагор, увидев, что несколько, за много веков до этого, увидев, что некие напившиеся буйные юноши пытаются ворваться в дом какой-то молодой женщины, он запел хвалебный гимн, и юноши успокоились, устыдились. Да, такие были тогда времена, что это могли успокоиться и устыдиться, и отошли. Это стало нормой античности успокоения с помощью правильной гармоничной музыки. Сама ипатия, кстати, ее по-разному произносят и имя, потому что там менялась фонетика произношения первого острова придыхания Г, иногда ипатия, иногда ипатия, иногда даже ипатия ее произносят. Это более правильно для времени ее жизни. Сама ипатия была сторонником и проповедником так называемой апатии. Мы сейчас слово апатия понимаем, ну, даже скорее негативный, апатичный, ко всему равнодушный человек. С точки зрения стоической и потом неоплатонической традиции, апатия – это равнодушие. Равнодушие не в смысле безразличия, а спокойное понимание бессмысленности происходящего. Вы помните, что Христос прослезился, когда узнал, что его друг Лазарь умер, и даже окружающие Христа иудеи сказали, как он его любил. Христос полон эмоций, хотя греки очень часто пытались тоже его сделать образом апатии, священной апатии. Но неоплатоники считали вот эту священную апатию, то есть к добру и злу равнодушной, настоящей над этим. Это пытались сделать своим высшим принципом. Вот гепатия была одной из таких проповедников священной апатии. Так вот, она играла ему на лире, но это не помогло. Молодой человек, слишком иступленный страстью, продолжал ее добиваться тогда, простите за такую не совсем красивую подробность, она взяла испачканную менструальной кровью свою какую-то прокладку и бросила в него и сказала, тебе этого надо во мне. Ты ищешь невозвышенной любви, ты ищешь этого во мне, но этого ты не обретешь. Ну, понятно, это страшное осквернение, юноша тут же исчез, а гепатия благополучно продолжала жить. И, видимо, когда было ей около 60 лет... Да, она была очень активно политически. Это было время, когда шла уже непосредственная дискуссия между сторонниками вот этого преобладания божественного в человеке и божественного во Христе. Традиция их назвала монофизитами. Одна божественная природа доминирует. Этой традицией сейчас придерживается и Коптская церковь, доминирующая среди христиан Египта, и Армянская церковь, и Эфиопская церковь. Или традиция равенства двух природ, человеческой и божественной, которая позволяет уникальной каждой, вот каждой из нас, человеческой личности, сохранять свою всецелую уникальность вечно. Вот шла эта дискуссия, и сторонником геофизитского подхода, православного подхода, был здешний архиепископ Кирилл Александрийский. Как всегда, простой народ, не вдобавясь в подробности, за ним составлял политические партии. Одни ненавидели других не потому, что понимали до тонкости богословия, а потому, что другие были другими. Ты диофизит, ты монофизит, ты враг императора. Монофизиты считались врагами императора, потому что в Константинополе было диофизитство. А ты, наоборот, продался грекам, ты не с Египтом и так далее. То есть тоже такой древний национализм. Все это было тогда. Ипатия была над этим. В своем принципе священной апатии. И поэтому обе стороны ее очень не любили. Она была близка к городначальнику, к губернатору Александрии и Византийского Египта, Аресту, который, на самом деле, сдерживал Кирилла и старался не допустить, как государственный человек, прямой революции, конфликта в веренной ему провинции. И Египатия хотела того же. Она хотела мира для народа, ее города, ее страны. Но в итоге те, кто хотят мира, как правило, плохо кончают. В 1415 году, когда она в носилках, богатая была женщина, когда ее в носилках несли вот сюда, видимо, в Эдеон, читать очередную лекцию, на нее напала толпа христиан. Это были не монахи, как иногда рассказывают в школе. Толпа имена, мирян. Ей предводительствовал какой-то чтец Петр, то есть тоже мирянин, который в храме читал псалмы, читал, может быть, апостола, но Евангелие разрешают читать только священнику. И вот эта толпа напала на нее, вырвала ее, вытащила из носилок, стали ее уже 60-летию, примерно, женщину, избивать страшно, а в итоге схватили куски разбитых горшков, эти остраконы, эти осколки керамики, и ими стали полосовать ее тело и до скелета срубили все мясо с ее тела. Естественно, это была ужасная вещь. Александре ужаснулось этому убийству и ужаснулась вся империя. Как Феодосий и другие императоры не родили за христианство, трогать философов такого интеллектуального уровня, как Гепатия, было категорически невозможно. Мыслитель был вне... Даже если он увлекался политикой, его не могли бы, не могли над ним совершить насилие. Мудрец выше толпы. И вот то, что толпа совершила самосуд над мудрецом, это был шок и ознаменовало собой начало новой эпохи, когда культура высокой мысли Александре умирала. А на ее больше не было. Ценили вот этот стадный инстинкт толпы. Свои или чужие. Это признак упадка, который, как я вам уже говорил, потом очень быстро привел к тому, что Александре угасло как столица образованного мира. И Гепатия, вот эта удивительная женщина, хотя были удивительные математики и женщины, и философы, и до и после нее, в Византии, в том числе и христианские, но она собой знаменует вот это завершение эпохи блестящего культурного античного мира, когда мысль сильнее грубой силы. Наступало иное время. Время насилий, время захватов. К сожалению, вот этот Адеон надолго был просто забыт. Он оказался завален мусором, оказался под холмом, и только вот совсем недавно его открыли, потом сейчас польская экспедиция, замечательный Средиземноморский польский институт, его раскопали, частично восстановили, и мы видим сейчас эти ступени, даже места, вот здесь видны пронумерованные места, чтобы люди знали, куда садиться, ряды, видите, там Г это третий ряд, третье место, естественно, первое, третье, первое, четвертое, второе, вот Б, бета, вот это все сохранилось с того удивительного времени, когда бурлило, бурлило Александре, бурлило Византия, и здесь можно добавить еще одну вещь, что, понимаете, греческий мир не знал индивидуального человека, вот только человека, замкнутого в себя, каждый, кто имел нечто, чтобы сказать миру, так или иначе должен был говорить публично, или это был проповедник, или это был учитель, за которым ходили ученики, но так или иначе это должно было быть, и вот эта традиция тоже угасла в начале пятого века. Итак, сейчас мы с вами находимся на территории максимальной сохранности памятников Александрии античных, начали мы его с рассмотрения Одиона, место музыкальных, поэтических состазаний, место публичных лекций, рядом с ними по правую сторону находились аудитории, где можно было увидеть, как учились здесь студенты, где сохранились места, на которых они сидели, сохранились кафедры, с которых считались лекции. Надо начать с того, наверное, что Александрия, несмотря на все величие и значимость этого города в плане ее известности, известность ее археологии повезло наименьше. Когда сюда прибыл Наполеон со своей миссией, то есть в самом-самом конце 18 века, он застал Александрию маленьким, практически заброшенным городом, население которого составляло порядка 6 тысяч человек. 6 тысяч в сравнении с полумиллионным населением Александрии в античный период. Но после того, как Мухаммед Али основал здесь новый морской порт, Александрия снова и очень быстро начала возвращать себе свое экономическое положение. Здесь начинается очень быстрая и массовая застройка города. Город очень быстро возвращает свое население. На сегодняшний момент это не менее 6 миллионов человек. Но именно это стало причиной того, что большая часть античных памятников Александрии исчезла под этими застройками и найти их археологически зафиксировать крайне сложно. Это действительно очень большая проблема. Только в тех случаях, когда происходит то или иное строительство, удается археологам поймать это место и зафиксировать какие-то ранние слои. По сути, карта, по которой мы знаем Александрию и ее памятники, она была составлена еще в 1872 году. И эта карта до сих пор является наиболее точной и наиболее значимой. Хотя в нее внесено масса новых уточнений, но учитывая, что город очень сильно расстроился, но, увы, лучшие карты уже составить невозможно. И вот так, примерно так же случайно было обнаружено это место. Здесь планировалось большое строительство, но когда археологи сюда зашли, то есть они нашли здесь множество археологических объектов, включая Одион, по-моему, единственный такого уровня Одион в Египте и очень значимый для всей Северной Африки. Этот комплекс он датируется позднеримским периодом. То есть, к сожалению, это не Александрия Птолемеев, не та великая Александрия, где правил Птолемей I, II, это уже Александрия Римского времени. И вот одной из характерных черт римской культуры, городской, было наличие в ней ряда факторов. Безусловно, это вода, это Акведуки. Здесь в Александрии с этим все было прекрасно. Я рассказывал о цистернах. По-моему, одна или две из сохранившихся цистерн, они находятся вот в системе вот этих больших раскопок, которые были произведены польской археологической миссией. И, конечно же, бани, общественные открытые бани, которые были доступны всем. То есть, это один из тех аспектов, которые Рим приносил с собой в любое место, где становилась их провинция, где они основывали новые города и поселения. Здесь мы видим действительно уникальную, очень хорошо сохранившуюся, даже в сравнении с Римом, терму, собственно, египетскую общественную баню. Баня, это было счастье городской культуры, городской жизни. То есть, здесь люди встречались, здесь люди общались, здесь они обсуждали политические вопросы, они могли обсуждать здесь научные вопросы. И уникальность этого места является в том, что рядом находится Одион, тут же находятся и, собственно, аудитории, где учились студенты. И здесь же буквально находилась баня, где можно было после лекций прийти и, ну, собственно говоря, уже в более простой, непринужденной обстановке обсудить, ну, собственно говоря, услышанное то, что было на лекциях и узнать любые городские новости. И вот за моей спиной еще, что хорошо, нам в чем-то даже повезло, что Александрийский дождик нас немножко намощил, потому что можно за моей спиной увидеть уровень современного горизонта Александрии, вот это возвышение. Это показывает тот уровень культурного слоя, где сейчас находится город. Дальше можно увидеть слои, которые углубляются, то есть, это слои уже мусульманского периода, дальше идет Византия, ниже, ниже, ниже. И вот дальше идет уровень ранне-византийского и позднеримского периода. И сейчас там можно подойти, увидеть большое количество керамики, ну, собственно говоря, которые обозначают вот эту археологическую стратеграфию. И примерно еще на такое же расстояние вниз надо углубляться для того, чтобы поймать раннюю Александрию, Александрию, ранне-птолемеевского и птолемеевского периода. Играет музыка Играет музыка